Друзья, всем привет, с вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора, это новинка на российском рынке от компании Lenovo, это возвращение Lenovo в родные пенаты Lenovo K12 Pro. У меня на обзоре максимальная версия, которая продается в России 4128. И надо сказать, что телефончик оставил двоякие впечатления. Я был очень рад, когда получил этот смартфон на обзор, так как долгое время являлся поклонником фирмы Lenovo, если не сказать фанатом. У меня были такие культовые модели, как Lenovo P780 году в 2013, Lenovo P70, Lenovo K5+. В общем, телефончики довольно интересные и надо сказать, что пользовавшиеся в свое время достаточно большой популярностью. И не даром, и не зря. Это были отличные, мощные для своего времени устройства с отличными аккумуляторами. Это действительно были долгожители. И вот, спустя некоторое время Lenovo возвращается на российский рынок с очередным долгожителем. Аккумулятор 6000 мА, неплохое железо Snapdragon 662, ну и ценник в принципе довольно гуманный. За версию 4128 в некоторых магазинах просят меньше 14 тысяч рублей. Но что же представляет из себя Lenovo в 2021 году и чем же он готов удивлять? Потому что аккумуляторами 6000 мА сейчас уже никого не удивить. На самом деле, каждое третье устройство у нас обладает большими батарейками в 5-6 тысяч мА. А 4000 мА сейчас является неким таким минимумом, который должен быть в нормальном смартфоне. Здесь у нас огромнейший экран 6,8 дюйма. И это было бы действительно очень классно, если бы не огромные рамки. Здоровенная бородинь, здоровенная сверху рамка, по бокам. И телефон выглядит еще больше, чем есть на самом деле. Он очень тяжелый, 221 грамм, и довольно толстый, почти 10 мм, 9,7 если быть точным. Но при всем при этом, экран, несмотря на то, что большущий 6,8 дюймов, всего лишь HD плюс разрешение. 1640 на 720 точек. Из-за этого PPI здесь у нас 263. И надо сказать, что в некоторых приложениях, в принципе, пикселизация немного видна. Из фишек, помимо аккумулятора 6000 мА, здесь есть некая влагозащита. Насколько я смог прочитать, это влагозащищенное покрытие, пропитка. То есть, естественно, купаться с телефоном нельзя. Но если вы попали под дождь, то, в принципе, ничего страшного, сотрите капли, и, в принципе, должно быть все нормально. Также здесь у нас абсолютно голый андроид. Это то, чем могли похвастаться телефончики Nokia и телефончики Motorola на российском рынке. И я знаю, что у подобного голого андроида, у подобной оболочки очень много поклонников. И вот в стане таких вот голоандроидных смартфончиков прибыла Lenovo K12 Pro. И, естественно, у тех, кто любят подобные оболочки, появился дополнительный выбор. Здесь, естественно, есть традиционная для подобных устройств кнопка ассистента. К сожалению, она никак не перенастраивается. То есть, это по умолчанию только ассистент. Нельзя настроить какие-то дополнительные действия. Там по два нажатия, три нажатия и так далее. То есть, эта кнопка будет абсолютно бесполезна для тех, кто не пользуется ассистентом. Но, справедливости ради, надо сказать, что нажимается она с довольно-таки большим усилием. То есть, просто так вы вряд ли будете ее постоянно нажимать. Телефончик действительно увесистый. И не в каждой руке будет смотреться нормально. В моих лапищах он помещается без проблем. Но вес 221 грамм я действительно ощущаю. Телефончик довольно увесистый. Что еще не понравилось? Опять-таки, учитывая стоимость и среднебюджетную направленность этого смартфона. Почему здесь у нас Wi-Fi однодиапазонный? Всего лишь 2,4 ГГц. Почему нельзя было установить двухдиапазонный модуль? Ведь в телефончиках за 10, за 11 тысяч рублей в большинстве мы видим нормальные двухдиапазонные модули. Здесь же, к сожалению, всего лишь Wi-Fi 2,4 ГГц. Справедливости ради, надо сказать, что Bluetooth здесь пятой версии. Спасибо, что не четвертой. Ну и, естественно, NFC у нас присутствует. Модуль NFC позволит вам использовать Google Pay. Здесь, по крайней мере, не сэкономили. По коммуникациям. Здесь у нас, в принципе, все неплохо. Двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth пятой версии и NFC также присутствуют. Поэтому Google Pay вы без проблем сможете использовать. В общем, здесь, по крайней мере, компания Lenovo на нас не сэкономила. Что касается громкости. Здесь, в принципе, все неплохо. Довольно неплохо звучит смартфончик. И через основной динамик, и через наушники можно попробовать послушать звук сейчас. Это странная жижа. Паша, пойдем вкусняшку делать? Пойдем. Для нашего десерта? Из Ментос и Колы. Подготовим ванную. В общем, громкость здесь действительно неплохая. Несмотря на то, что динамик всего лишь один, он моно, не стерео, но громкости претензий никаких нет. В наушниках телефончик звучит так же громко и уверенно, поэтому любители слушать музыку никаких проблем, естественно, не почувствуют. И Bluetooth наушники нормально прокачиваются, и проводные. В общем, по крайней мере, с точки зрения мультимедийных возможностей, здесь вопросов никаких. На борту у нас, естественно, 10-й Android. Я не знаю, получит ли этот телефон 11-ю версию или нет, но надеюсь, что получит. Потому что телефончик свежий, новый, и, в общем-то, было бы, конечно, обидно, если бы телефончик остался на этой 10-й версии. Но, как мне кажется, 11-я версия будет, тут, скорее всего, вопрос времени. Что касается голой производительности. 662 Snapdragon позволяет, в принципе, чувствовать себя неплохо в начале 2021 года, но звезд с неба, естественно, он не хватает. Это стандартные циферки, это абсолютно стандартный среднебюджетный, скажем так, сегмент. В общем, и для игрушек вам хватит, и для повседнева хватит, и каких-то проблем испытывать вы не будете. Ну, в общем, давайте посмотрим на синтетику. Вполне себе традиционные 180 тысяч попугаев в Antutu мы получили, и это результат вполне себе предсказуемый и довольно средний для начала 2021 года. Как уже сказал, 3D-игрушки а-ля PUBG и Call of Duty или Asphalt 9 здесь пойдут без проблем. Единственное, что на средних настройках. Ну, некоторые игрушки вполне возможно на минимальных, те же танчики, допустим. Но каких-то значимых проблем у вас не возникнет, опять же, учитывая экран HD плюс разрешение. То есть, этому железу ворочать игрушки будет гораздо проще, ежели б здесь был экран Full HD. Geekbench показывает также довольно неплохие циферки. 315 на одно ядро и 1433 на все 8. Что касается модуля GPS, здесь возникли некоторые затруднения. Но какого плана? Спутники-то он поймал очень шустро. Но вот точность, что бы я ни делал, как бы я ни ходил, ни бродил, почему-то не желала падать ниже 8-10 метров. Никаких проблем, впрочем, с навигацией я не испытывал. Я без проблем в течение рабочего дня смог поездить по Москве в область, используя телефон как навигатор, никаких вопросов не возникало. Но вот само приложение GPS-теста показывало точность не очень высокую. Не знаю, с чем это связано, но к модулю, опять же, вопросов у меня не возникло. Что касается внутреннего накопителя. Здесь он, естественно, не очень скоростной. 128 МБ на запись и 277 МБ на чтение. Естественно, бюджетное устройство и каких-то супер цифр мы получить и не должны были. Но, конечно, хотелось бы, всегда хочется видеть более приятные и интересные цифры. Но, справедливости ради, надо сказать, что цифры вполне себе стандартные. И каких-то лагов, призов при работе с внутренним хранилищем не возникает. Ну и, естественно, модуль Wi-Fi двухдиапазонный. Поэтому 300 МБ, который выдает мне мой провайдер, я, в принципе, зачастую на этом телефончике и получал в полном объеме. Но, по крайней мере, на скачку. На загрузку скорость плавала и в среднем составляла порядка 200 МБ в секунду. Что, впрочем, тоже является довольно неплохим результатом. Ну а что касается игровой производительности. Я немножко поиграл в CarX Drift. Довольно неплохая игрушка, графически насыщенная. И на средних настройках, в принципе, телефон позволил очень уверенно поиграть. Никаких вопросов не возникло. Давайте посмотрим, как это было. В общем, по игрушкам тоже вопрос закрыт. Snapdragon 662 позволит вам поиграться на средних настройках даже в 3D-игрушки. Что касается камеры. 64 Мп на бумаге. Звучит неплохо. Хотя, надо сказать, что фотографии, ну, я ожидал немножко лучше увидеть. Нет, здесь каких-то прям кардинальных вопросов и проблем не возникало. Достаточно неплохая четкость и цветопередача. Хотя иногда телефончик не всегда фокусировался с первого раза туда, куда я его просил. В общем, модуль оставил двоякие впечатления. То есть, если вы немножко потратите времени и попробуете, попристреливаетесь, вы получите очень четкие фото. Очень контрастные, очень цветастые. Но с первого раза иногда может получаться, скажем так, не то, что вы хотели бы. Видео пишется 30-60 кадров. Есть электронная стабилизация. И видео здесь где-то, ну, на четверочку, не больше. Бывает, что немножко смазывается все. И немножко, как бы, вот смыльцой. Но что, опять же-таки, хотеть от бюджетного устройства. Поэтому здесь, как бы, особо придираться не будем. Нормальное видео для подобного устройства. Фотографии же получились где-то на 4 с плюсом. Опять-таки, это было бы твердое 5, если бы не было проблем иногда с автофокусом. Но давайте посмотрим на примеры фото и видео, которые я получил. Видео в Full HD 30 кадров в секунду с включенной электронной стабилизацией. При включении электронной стабилизации картинка на экране становится темнее и шумнее. Поэтому в помещении, как мне кажется, со стабилизацией снимать, ну, не очень разумно, если вы хотите детализированную картинку. Но зато она получается довольно-таки плавной. Вот такая вот картиночка нас ожидает. Немножко, я вижу, плавает фокус. Когда мы переводим на близкие объекты, а потом на дальние. Но, в общем и целом, картинка довольно приятная, хоть и несколько темновато. Съемка на улице 1080p 30 кадров в секунду. И в таком режиме можно использовать электронную стабилизацию. И вот сейчас я иду по неровной поверхности, а картинка довольно плавная. Но, к сожалению, все это происходит за счет ухудшения детализации. Как мне кажется, картинка становится мыльноватой и рыхловатой. Если же использовать без электронной стабилизации, то картиночка более детализированная. Ну, а на фронтальную камеру мы пишем только 1080p 30 кадров в секунду. 60 кадров нету, как нет и электронной стабилизации. Более того, картинка получается какой-то немножко красноватой. Сейчас я вот смотрю, по крайней мере, на экране смартфона. Мое лицо, оно реально все очень и очень красное. Не знаю, то ли это с цветопередачей что-то, то ли действительно на фронтальный модуль вот таким вот образом снимает камера. Но что-то как-то мне не очень нравится, если честно. Ну и, как я и говорил, здесь получается все очень годно, если потратить немножко времени и приноровиться. Что касается телефончика в общем, понравился он мне или нет? И да, и нет. Естественно, у меня были завышенные ожидания, потому что я являлся, можно сказать, фанатом Lenovo некоторое время назад. И я очень хотел побыстрее подержать этот телефончик в руках и попользоваться им. И, естественно, были досадные, неприятные моменты. И, в общем-то, я не могу сказать, что я прям-таки в восторге от этого телефона. Есть явная экономия. Да, здесь основной модуль на 64 мегапикселя, но два других здесь двухмегапиксельные никому не нужные. Здесь, естественно, у нас присутствует аккумулятор 6000 мА, но я не могу сказать, что держит он как-то очень и очень долго. Забыл совсем упомянуть, хотя это, наверное, одно из самых важных моментов, естественно, автономность. Здесь телефончик меня не очень порадовал. Два дня работы. Но многие телефоны, которые у меня были в руках, и с батареями 4-4500 мА держали те же два дня. То есть кардинально большего времени работы я не получил. Скорее всего, это связано с установленным ПО. Есть ощущение, что не до конца оно оптимизировано, не до конца допилено. Потому что в некоторых приложениях и в некоторых игрушках я прямо ощущал, как батарея улетала на глазах. Но в то же самое время, когда телефон просто лежит на столе, и ты им не пользуешься, батарея застывает на месте очень и очень надолго. В общем, здесь есть где поработать Lenovo, и есть что подопиливать. Ну что ж, друзья, вот такой вот неоднозначный смартфончик, неоднозначный обзор. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте палец вверх этому видео, если это так. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был Айс. Всем пока.